Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как генерировать тексты автоматически. Есть такой сервис, который называется GERWIN, который помогает вам сгенерировать уникальный текст автоматически. Для вашего сайта или блога где-то на Яндекс.Зен, не знаю, где вы везете свой блог, вы можете автоматически сгенерировать уникальный текст на основе того, что уже есть в интернете. То есть, этот искусственный интеллект анализирует по вашей теме информацию из интернета и пишет уникальную статью. Давайте посмотрим, как все это выглядит. Для того, чтобы использовать его, вам нужно зарегистрироваться вот здесь, в этом сервисе. Я ссылочку оставлю в описании. И у вас будут пробные символы. Я уже купил себе символы дополнительные. У меня уже здесь платный пакет. Вот видите, я себе купил символов, аж полмиллиона символов. Значит, как здесь генерировать текст? Переходим в раздел документы вот здесь слева. Нажимаем плюсик. И вот здесь слева у нас есть выбор, что мы будем генерировать. Здесь есть очень много разных инструментов. Здесь есть и, к примеру, описание для видео, чем я тоже пользуюсь. Можно описание для видео на ютубе или на дзене сгенерировать вот здесь. Например, я хочу сгенерировать описание для видео. И здесь я напишу умные часы Xiaomi. Тон я могу указать позитивный, шутливый и разный тон. Не знаю, пока что это не очень сильно влияет на текст, поэтому я обычно не указываю. Язык выбираю русский. У них есть и другие языки. Можно на английском генерировать тексты. Нажимаю написать. И вот он у меня небольшой абзац, так как я генерировал описание для видео. Оно, естественно, небольшое. Вы хотите оставаться на связи самым модным образом и прочее. К примеру, это все уникальное, чтобы вы понимали. К примеру, мне не нравится, что здесь генерировано, потому что мне, например, кажется, что это достаточно рекламный текст. И он для описания не очень подходит. Поэтому я немножко изменю запрос. Умные часы Xiaomi. Как пользоваться? Чтобы у меня текст был немножко технический, а не рекламный. Сейчас идет генерация текста. И здесь уже вполне себе осмысленный текст. Мы познакомим вас со всеми функциями часов и объясним, как подключить их к вашему телефону для дополнительной функциональности. В конце этого видео вы получите всю необходимую информацию, чтобы в полной мере использовать свои Smart Xiaomi часы и наслаждаться ими долгие годы. Итак, давайте начнем. По-моему, прекрасный текст, который подойдет для любого видео в описании. Также я вам сейчас покажу еще одну фишку. Вот это описание для видео было сгенерировано с помощью этого сервиса. Я здесь ничего не редактировал. Вот у меня было видео, достаточно классный обзор камеры. Умная камера Realme Smart Cam. И вот это описание. Сегодня у нас есть Smart Camera Realme 360, и мы собираемся распаковать ее и сделать обзор. Итак, первое впечатление. Все это написал искусственный интеллект. Вы можете поставить на паузу. Сейчас я приближу специально. И вы можете почитать этот текст. Как по мне, он написан просто восхитительно. Если бы это написал человек, я бы заплатил копирайтеру, как за хорошую работу. Но это написал искусственный интеллект, что в разы дешевле, чем обычные копирайтеры. Самое главное, быстро, и вы всегда можете это скорректировать и изменить запрос. Понятное дело, что помимо описания для видео, можно генерировать здесь и целые статьи. Да, кстати, сервис умеет придумывать сам идеи для видео. Вы здесь пишете тему, на которую у вас должны быть видеоролики, и он генерирует вам идеи. Или можете сгенерировать идеи для статей. Он тоже сгенерирует вам на заданную тему идеи. В описании я оставлю вот такую ссылку. Вы можете перейти по ней. Вы попадаете в аккаунт. Нажимаете Send Message. У вас открывается вот такой Telegram-бот. Нажимаете Запустить. После чего вы получаете промокод. Нажимаете Получить промокод. Вам нужно будет подписаться на канал. Нажимаете Подписаться. Возвращаетесь назад. Забрать промокод. Как видите, желающих много, поэтому в течение 6 часов мне напишут промокод на бесплатное использование. А бесплатное использование даст мне 10 тысяч символов. То есть вы сможете бесплатно генерировать 10 тысяч символов в своем аккаунте. Теперь самое главное, как написать статью, полноценную статью. Представим, что у нас есть блок на тему цветов, и мы даже не знаем, на какую тему нам написать статью. То есть мы просто пишем о цветах. Здесь выбираем идеи тем для записи в блоге. И пишем Уход за цветами. Написать. И вот у нас есть уже 6 идей, о чем нам написать статью. Давайте выберем Посадка и уход за многолетними цветущими растениями. Теперь идем дальше. Можно сделать заголовок статьи, подкорректировать его. Но давайте сделаем план статьи. Пишем сюда название, написать. И посмотрите, вот такой у нас получается план. Введение. Определение многолетних цветущих растений. Преимущество посадки многолетних цветущих растений. И так далее. Давайте скопируем этот план. Если он, кстати, нам не понравился, мы можем нажать написать еще раз. И он сгенерирует нам уже новый план. Давайте мы это все скопируем. А точнее, можно нажать просто вот эту галочку, вставить в редактор. И у нас уже вставится целый план. Давайте вот здесь введем также название статьи. Посадка и уход. То есть у нас здесь есть удобный редактор. У нас есть вот такой план. Теперь давайте нажмем развернутая статья из плана. У нас уже автоматически вставляется наш план. Нам остается нажать написать. Мы видим, что у нас здесь превышает количество символов. Максимум 600 символов может быть. Давайте уберем вот эту борьбу с вредителем. Потому что тут вообще-то быстрое выявление вредителей B. В общем, непонятно. Чуть-чуть искусственный интеллект иногда может ошибаться. Давайте это уберем и это сделаем тогда четвертым. Конечно, все это читайте. И вообще иногда просто может произойти какой-то сбой. Потому что изначально код, который написан и нейросети, работают, я так понимаю, в связке с англоязычными нейросетями. И некоторые предложения и слова они переводят на русский язык. За счет этого может быть где-то неточный перевод. И слова могут быть искажены. Поэтому читайте. Нажимаем написать. Да, тему для статьи я забыл написать корректную. У нас же все-таки вот такая тема для статьи. Итак, посмотрите. У нас появилась большущая статья. Она 1900 символов. Вступление. Посадочные площадки. Уход и техническое обслуживание. Вывод. Посадочные площадки. Видите, он тоже перевел немножко неправильно. Потому что у нас были этапы посадки. Но так как у нас был первый пункт выбор правильного местоположения. Он перевел это как посадочные площадки. И написал-то он все правильно. При посадке многолетних цветущих растений важно правильно выбрать место. Выберите участок с хорошим дренажом почвы. И не менее 6-8 часов прямого солнечного света в день. То есть, в принципе, написал он правильно. Но сам заголовок он сделал чуть некорректный. Хотя, в принципе, можно оставить и так. Но я думаю, что лучше чуть-чуть изменить и написать, например, выбор правильного места посадки. Можем тоже нажать на галочку для того, чтобы вставить наш текст вот сюда. И у нас получается целая статья, которую мы можем подредактировать. Где-то что-то убрать. Место для посадки, например. И сделать из этого заголовок H2. Все это можем вот так сделать. Вступление можно не писать. К примеру, если вы на Дзене где-то пишете. И вывод. Все. У нас получилась вот такая статья. Написанная полностью искусственным интеллектом. Этот способ помогает вам быстро написать статью и не заморачиваться. Если же вы хотите написать статью и у вас больше запросов, чем просто написать какую-нибудь статью. Вы хотите написать статью именно ту, которую нужно вам с теми мыслями, которые бы вы хотели передать. То есть статью. Вы, короче, привередливый такой заказчик. То вы можете это сделать и для этого. Берем план. Вы его составляете сами. Или берете здесь. И берете прямо. Это, например, будет ваш H2 заголовок. Вы его берете. Вот сюда вписываете. Определение многолетних цветущих растений. И теперь нажимаете несколько абзацев для статьи. Сюда вставляете свой заголовок. Это именно H2 заголовок сюда вставляете. И нажимаете написать. У вас появляется несколько абзацев для вашей статьи. То есть определение многолетних цветущих растений и прочее. То есть вот они ваши несколько абзацев, которые вы можете переписать. Например, нажать написать еще. Тогда у вас новые несколько абзацев напишется. То есть вам не понравилось, как это написано. Нажали написать. И у вас написались абзацы еще раз. И таким образом, каждый абзац, вы вот здесь вписываете свой H2 заголовок для этого абзаца, для этих абзацев, для этого раздела, и он генерирует вам несколько абзацев для вашего H2 заголовка. Потом следующий H2 заголовок, и таким образом вы исписываете весь план статьи, у вас получается одна большая длинная статья. Вы скажете, как же вот это постоянно, я буду нажимать написать, и постоянно мне этот сервис будет генерировать новый текст и брать с меня деньги за новые символы. Действительно, символы здесь платные, и вам придется платить за генерацию каждый раз нового текста. Но есть такая штука, как пересчет символов за некачественный текст. Если вам сервис написал текст некачественный, он вам не подошел, то вам не нужно за это платить. Вы просто нажимаете плохой результат и нажимаете поместить в корзину. Содержимое будет перемещено в корзину, а вам будут возвращены символы на баланс. То есть за это деньги у вас списаны не будут. Давайте поговорим о символах и о платности этого сервиса. Видите, были дни, когда я там по 36 тысяч символов генерировал за день. Смотрите, нажимаем купить символы вот здесь слева, и видим тарифы. Внизу написана цена за тысячу символов. У меня, как видите, написаны скидки возле каждого тарифа, потому что у меня подключена вдобавок еще и подписка GELVIN PRO. Стоит она порядка, наверное, 700 рублей в месяц, но зато с этой подпиской у вас будет скидка 50%. Не 50, наверное, 40. Да, 40%, но это экономит деньги, если вы заказываете много символов, как я. У меня вот этот тариф, я его купил за 4200, 4200 рублей. Как видите, здесь есть, пишут они, что у них есть пробный тариф. У них есть бесплатный тестовый пакет. Можно написать им в TelegramBot и получить свой промокод на бесплатный тестовый пакет. Опять же, вот эта подписка GELVIN PRO не является обязательной. Не GELVIN, а как он называется-то? GELVIN, GELVIN. И вы можете купить, например, вместе с подпиской вот эти 500 тысяч символов, а потом отключить эту подписку и не оплачивать, ну не знаю, несколько месяцев, потому что вам этих 500 тысяч символов хватит на очень долгое время. И вот получается, что я плачу примерно 8,4 рубля за 1000 символов. Ну плюс я еще эту подписку оплатил за 700 рублей, поэтому чуть-чуть больше, может быть 9 рублей за 1000 символов. Все равно это немного, я считаю. По сравнению с копирайтерами, это очень даже хорошая цена. И с учетом того, что вы можете просто в один клик сгенерировать все, что вам нужно, вам не нужно выставлять заказы, заморачиваться. Я думаю, вы сами понимаете, сколько эта проблема решает. Смотрите, переходите потом в настройку, статистика использования, здесь отображаются символы, здесь отображается сколько символов было израсходовано, вот такой вот график, сколько символов осталось у вас. И если вдруг, видите, у меня есть перерасчет, если вдруг какие-то статьи вы написали, мне не подходят, как вы видели, как я показывал, нажимаете дизлайк, удаляете там, да, то вам в перерасчете возвращают эти символы на баланс. Вот видите, у меня был, например, перерасчет, мне вернули 2500 символов. То есть за некачественный текст вам деньги возвращаются, получается, что вы платите только за то, что используете только за качественный контент. Любые ошибки алгоритма этот сервис берет на себя. Сервис постоянно дорабатывается, вот у них большое обновление текстовых навыков, и у них постоянно какие-то обновления, какие-то наработки. Вот здесь, кстати, есть раздел шаблоны, перейдя в который, вы можете вот здесь все так удобно сделать. Статья для Яндекс.Зен, например, и у вас сразу же прям по шагам создать документ, у вас будет тему, вы пишете, потом дальше он план генерирует, и там шаг один из пяти, и вот по шагам вы все это делаете. Я просто поделился своим опытом, надеюсь, кому-то он будет полезен. Если видео вам понравилось, было полезно, поставьте ему лайк, задавайте вопросы в комментариях, если у вас остались. Всего хорошего, всем пока.